Как пережить строительство в одном из микрорайонов Юго-Востока развернулась стройка многоэтажки перед окнами домов. Мало того, что указанные в паспорте строительство сроки давно уже просрочили, так еще на недостроенном здании стали появляться металлические стяжки. Вся эта картина не просто настораживает, но и пугает жителей соседнего дома. В проблеме разбиралась Ирина Вобещевич. Строительство этого здания началось под окнами дома 6 в Степном 3 5 июня 2014 года. На паспорте строительства, вывешенном для населения, так и указано. Заказчиком многофункционального жилого комплекса со встроенными нежилыми помещениями выступает ИП Абдрахманов. Срок окончания работ также указан 5 июня 2015 года. Но, как видно, до окончания стройки еще далеко. Но не только долгострой и несоблюдение обязательств пугают жителей близлежащего дома, а то, что по периметру стали появляться так называемые стяжки. Чтобы выяснить причину появления на доме стяжек, мы обратились в научно-исследовательский, экспериментальный и проектно-изыскательский Казахстанский многопрофильный институт реконструкции и развития. Директор института Жумагул Нугужинов делал заключение по всем известному рухнувшему зданию в микрорайоне Бесоба. Именно он своевременно установил, что дом рухнет, а всевозможные стяжки и усиления его не спасут. Людей необходимо спешно эвакуировать. Это металлическая обойма. Необходимость установки этой обоймы связана с двумя причинами. Первое. Возможна ошибка в проекте. Возможна ошибка в проекте. В этом случае несущая способность конструкции, которую возводит подрядчик, обычно не обеспечивается. Второй случай. Это связано со строительным браком. То есть не та прочность материала. Если касается кирпичной кладки, то кирпич, возможно, не той марки. Раствор не тот. Либо размеры сечения этой простинкой не те. И в этом случае тоже устанавливать металлические обоймы. За разъяснением мы обратились к фирме-застройщику, которым, как выяснилось, заказчик уже в процессе строительства предоставил новый проект. Нижние этажи просто-напросто могут не выдержать дополнительных нагрузок. И в связи с этим, то, что раньше был пятиэтажный дом, сейчас он стал шестиэтажным, по первым трем этажам проектировщики спроектировали усиление несущих стен. Вот и получается, хозяин-барин заявили пять этажей, а строят шесть. И то, что в этом доме, перетянутом металлическими обоймами, будут жить люди, мало кого волнует. За качество строительства технозера отвечают. За проект, автор проекта, либо, если он делегирует надзор авторский, какой-то другой организации, они будут отвечать за соответствие проекту. Если какие-то отклонения от проекта есть, то автор проекта должен провести эти дополнительные какие-то работы, корректировку проекта выполнить.